По этой системе мы и живем сегодня. Концепт Нюрнберг 2.0. Некая данность. К сожалению, ничего не получится. У нас сегодня создано союзное государство между Россией и Белоруссией. Как вы лично оцениваете те интеграционные процессы, которые проходят там? И как вы считаете, возможно ли объединение России и Белоруссии не только как союзное государство, а не только на бумагах или какие-то процессы, которые должны происходить, а в одно единое политическое пространство, в том числе и территориального признака? Знаете, у нас очень часто превалирует увлечение экономикой. Вот измеряют вот такой-то уровень экономического сотрудничества, значит, есть перспектива. Величивается он, перспектива повышается. Падает он, перспектива снижается. Надо, я думаю, от этого экономоцентризма постепенно отходить. Сообщества объединяются на основании общих ценностей. Не может быть единого сообщества без наличия общих ценностей. Даже криминальные группировки и то, для объединения их существуют общие ценности. Уж тем более, у единого государства должна быть единая ценностная платформа. Есть ли сегодня ценностная платформа для интеграции? Ой, боюсь, что этой ценностной платформы, но во всяком случае не то, что ее нет, а эта ценностная единая платформа не заявлена, нету той идеологии, вокруг которой бы объединялась бы и Россия, и Белоруссия, а, возможно, какие-то и другие государства бывшего Советского Союза. В советское время такая идеология была. Такое основание для единения было. И понятно, что сегодня вопрос об реинтеграции, он напрямую связан с вопросом о ценностях. Если мы заявим те ценности, которые объединяют и русские, и белорусские, и другие народы, если мы покажем отличие этих ценностей от той ценностной модели, с которой, скажем, выступает сегодня Запад, тогда и появятся реальные перспективы для реинтеграции, пока этого не произошло. Без единства ценностей, но я полагаю, к сожалению, ничего не получится. Вот вы сейчас упомянули Запад и его так называемые ценности. Не кажется ли вам, что в мире кто-то специально разделяет вот эту победу советского народа? Ведь мы жили все в одной стране. Кто-то говорит, что это украинский народ победил во Второй мировой войне. Кто-то говорит, что белорусский народ, потому что мы знаем, что в Белоруссии тоже есть такие так называемые националисты, которые вот за свою непосредственную роль в этой победе. Недавно происходила годовщина высадки в Нормандии, на тот момент наших союзников в 45-м году. Мы почему-то всех пригласили, в том числе Беларусь, Украину, а вот Россию с ее национальным лидером не позвали. Как вы считаете, почему это происходит? Войны исторической памяти происходили во все времена. История – это не только сфера познания прошлого. История тесно связана, и во все времена это было тесно связана с политикой. И понятно, что Великая Отечественная война, она и важнейший является фактор для идентичности российского населения, с одной стороны. С другой стороны, по итогам Второй мировой войны была выстроена система мироустройства, Ялтинско-Потсдамская. По большому счету, по этой системе мы и живем сегодня на этой договоренности, ведь и Организации Объединенных Наций, и пять государств в Совете Безопасности с правом ВЕТА. Это все оттуда. И очень многим хочется, конечно, эту модель подорвать. Этот подрыв осуществляется по двум составляющим, по двум направлениям. Первое. Попытаться сказать, что роль Советского Союза, она в победе над фашизмом и нацизмом минимальна. А якобы основную победу одержали англичане, американцы. Можно сказать, абсурд. Достаточно посмотреть, 27 миллионов, а многие говорят и больше, и 300-400 тысяч страны, там, американцев и англичан. Но по опросам сегодня в Европе, которые проводятся, заявляют о том, что кто освободил, главную роль сыграл в освобождении, на первом месте называют американцев, на втором – англичан. Красные армии там порядка 15-20% максимум по европейским странам отводят. То есть сознание принципиально изменилось. Абсурдное положение сегодня воспринимается как некая данность. Это одна сторона, одна эвизия. Вторая эвизия заключается в попытке, трудно все-таки все равно, вопреки фактам, сказать, что Красная Армия там не сыграла значимую роль. Сыграла значимую роль. Тогда пытаются представить дело так, что Советский Союз, равно как и Германия, виновен в развязывании Второй мировой войны. Сейчас пытаются с 1 сентября перенести на 23 августа договор о ненападении СССР и Германии. Ее считать датой начала подлинной Второй мировой войны. А заканчивалась война, коммунизация Европы. То есть Советский Союз и начинал Вторую мировую войну в этой версии, и заканчивал как агрессор. А, соответственно, место Советского Союза и поемницы его России не на числе таимфаторов, а место на Нюрнбергском процессе. Поэтому возникает концепт Нюрнберг 2.0. Нюрнберг 2.0, Нюрнберг, фашизм был осужден, теперь Нюрнберг над коммунизмом, а читай Нюрнберг над Россией. Так вот та страна, которая отводится место на Нюрнбергской скамье, новой Нюрнбергской скамье, естественно, эту страну не хотят принимать в Нормандии, не хотят поизнавать в качестве, в общем, победителя, весомость вклада в победу которого перевесит, наверное, все остальное. Ну да, при этом те же самые европейцы не вспоминают про Мюнхенский сговор, который проходил задолго до этого. Они не вспоминают ни Мюнхенский сговор, и они не вспоминают этот вот договор о ненападении Советского Союза Германии. Но ведь такие договоры о ненападении с Германией подписали все. Такой же договор о ненападении подписали англичане, такой же договор о ненападении подписали французы. Был такой же договор о ненападении с представляемой сегодня в качестве жертвы Польши. И обсуждался как сценарий, значит, совместные боевые действия поляков и немцев против Советского Союза не сошлись только в том, что Польша хотела значительную часть Украины вместе с Киевом к себе, в общем, поэтому, ну, кто развязал Вторую мировую войну. Ну, это представляется вопросом, который может быть перед СО и к западным странам прежде всего. Вы знаете, что говорить? Вот сегодня против России поменяются санкции. Россия сегодня как вот такое криминальное государство, агрессивное, против которого вводятся санкции условно цивилизованным миром. Вот когда была Вторая мировая война, в Пайдвее, в приближении Второй мировой войны были введены санкции против итальянцев, экономические санкции, были введены санкции против Японии потом. А вот против Германии санкции так и не появились. Против России цивилизованный мир еще возможно ввести санкции, а против нацистской Германии такие санкции экономические введены не были. И в результате уже шла Вторая мировая война, а многие концерны, крупные западные компании продолжали инвестировать в германскую экономику. Вот и вопрос. Кто в действительности и каким образом подвигал к началу Второй мировой войны? Кто спонсировал Тейти Рейх в конечном итоге? Не могу не спросить про сегодняшние события Грузии. Что там происходит? Нас обвиняют в том, что Россия это оккупант. Такая же риторика началась на Украине перед Майданом. Вот если остановиться сегодня на Грузии и ее грузинском народе. Действительно ли мы оккупанты? Если нет, то кто действительно оккупировал Грузию? Конечно, мы должны с одной стороны обратиться к истории, как шло расширение российских территорий, в частности присоединение Грузии к России. Перед Грузией стояли очень большие вызовы. С одной стороны Турция, с другой стороны Иран, с третьей стороны мусульманские северокавказские народы, которые тоже совершали набеги. И, в общем, такая израненная Грузия присоединялась к России. И если называть вещи своими именами, то исторически Россия спасла Грузию и грузинский народ от полного исторического истребления. Поскольку, вряд ли бы в такой мусульманской перспективе, там грузинская православная идентичность, вся грузинская культура были бы сохранены. Далее происходит иное. Далее есть, конечно, новые советства бойбы, новые технологии бойбы. Огромное количество НКО западных, которые в Закавказье действуют, в том числе в Грузии. Конечно, за грузинской политикой сегодня, как и за политикой многих других малых государств, стоят более крупные геополитические акторы. И понятно, что не идентифицируя Вашингтон, нельзя понять и политику Тбилиси. Это одна страна. Но есть другая страна. Ведь был такой выдвинут концепт. Давайте строить государственность по типу тех государств, которые сложились в Европе, на Западе. Пойдем по пути национального государства. И вот все постсоветское пространство с различной скоростью начало строить это национальное государство. Но как строить национальное государство? Должна быть какая-то основа под национальным государством. И все очевиднее. Это движение приводит к тому, что формулируется этнократическая основа. Давайте строить государство национальное за неимением другого на основе какой-то этничности. Но если на основе какой-то этничности одна этничность вступает в конфликт с другой этничностью, значит, и понятно отсюда. Вот они конфликты вам на Украине. Конфликты идентичностей этнических. Вот они конфликты в Грузии. Опять то же самое. Такие же конфликты есть в Пейбалтике. Такие конфликты есть везде. Это ложный стратегический путь той модели государства-нация, по которому, как по ложной подсказке, двинулось постсоветское пространство. И понятно, что выходом из этой ситуации является другое. Является традиционной Россией модель государства-цивилизация, надэтнической государственности, когда выдвигается не просто нация объединяется, а выдвигается некая высшая идея, некий высший замысел. И вокруг этого высшего замысла этих ценностей консолидируются различные народы. Поэтому то, что произошло с Грузией, конечно, есть тут и заукозненность определенных политиков, и заукозненность Запада. Но есть здесь и системная ошибка, системный сбой, который приводит к воспроизводству этих конфликтов, что подтверждается не только грузинским случаем, но и ряде других случаев на постсоветском пространстве. Не кажется ли вам, что в этих республиках недоработала Россия? Вы упомянули, что в Грузии действуют различные НКО. Мы понимаем, что это за НКО, это и, может быть, Джордж Сорос тот же самый, который в свое время написал учебники для российских школьников и другие. Не кажется ли вам, что все-таки Россия недорабатывает в этом постсоветском пространстве, и отсюда получаются вот эти слова, что Россия оккупант, нам вот это вот все не нужно, все пророссийское и так далее. Вот, может быть, как-то в республиках нам начать работать, в том числе и политикам? Без всякого сомнения, но здесь сразу возникает вопрос, а в чем состоит работа России? Вот, значит, а для чего создавать НКО? Ведь понимаете, в чем дело? Политика, она реализуется в развертке. Вначале есть ценности, которые объединяют, соответственно, общество, на которое строится государство. Дальше ставятся цели, чего, соответственно, государство хочет достичь. Дальше решаются задачи, проблемы преодолеваются. И вот она, реальная политика, технологии, те клавиши, на которые нажимают в политической деятельности. Начинается все с ценностей и целей. Но возникает вопрос, а какие ценности и цели в России? Мы осуждаем, говорим, как Украина, вот двинулась она по пути евроинтеграции. Критикуем ее за это. О том, что Грузия, значит, ориентируется там на Соединенные Штаты Америки. Другие западные страны хочет в НАТО. А возникает вопрос, а Россия разве не в этом направлении же идет? Шла, во всяком случае, до последнего времени. Ведь войти в единый мир с так называемыми общечеловеческими ценностями, разве не то же ли самое было вожделение? Просто кто-то двинулся туда же с большей скоростью. И поэтому, если мы говорим о том, что а где работа России? Но прежде вначале надо определить субъектность России. А Россия за что, в общем, выступает? Где те ценности? Где российский идеологический проект, ради которого они должны в Грузии и на Украине работать? Вот пока этого идеологического проекта на самом-то деле нет. Работа России является следствием выдвижения этого идеологического проекта. Этот идеологический проект должен, соответственно, быть сформулирован. А каким образом его можно сформулировать, если в Конституции, например, стоит запрет на государственную идеологию? Конституция 1993 года принималась в специфических условиях. Поражение Советского Союза в Холодной войне. Понятно, что эта Конституция закрепляла это поражение, фактически осуществленное. Запрет на идеологию, запрет на смыслы является прямым следствием этого поражения. Понятно, что суверенитет России, российская активная политика, в том числе на постсоветском пространстве, она предполагает, как само собой разумеющиеся, изменение Конституции 1993 года. Большое спасибо. Спасибо.